МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. По данным исследований, почти 60% детей и подростков проводят свободное время в социальных сетях. А среди взрослого населения действующую учетную запись в какой-либо сети имеют 79% наших соотечественников. Можно ли считать такую любовь к социальным сетям болезненной зависимостью, требующей лечения? Есть ли подобная зависимость у вас или ваших близких? Давайте вместе разбираться с этими вопросами. А поможет нам в этом Владимир Рахманов, врач-психиатр, главный врач клиники нейрологии. Добрый день. Здравствуйте. Я так понимаю, что по роду профессии с зависимостями вы встречаетесь каждый день. И, может быть, каждый час. Да, каждый день, скорее всего, каждый час, особенно в сезон. Психические проблемы или психологические проблемы, они даже имеют определенный сезон. Интересно же, и когда они обостряются? Ну вот как раз летний, осенний период. Это вот наибольшее количество обращений на самом деле. А есть какое-то объяснение, почему именно в этот период? Ну, какого-то логического объяснения нету касаемо всех видов психических расстройств. Но вот относительно депрессии известно, что все-таки она имеет сезонность и обостряется весной и осенью. Да, и это связано, скорее всего, с гормональным уровнем. То есть в связи с тем, что мы зависим от всякого рода ритмов, планетарных, циркадных и так далее. Чем ближе к определенным этапам, скажем так, природного характера, тем больше у нас тех или иных гормонов появляется в организме, их уровень повышается. И это каким-то опосредованным образом влияет и на эмоциональное состояние. А правда, что та или иная зависимость есть практически у каждого человека? Да, совершенно верно. И, по сути, мы лишь вольны выбирать себе те зависимости, которые, скажем так, наиболее адаптивны. Вы считаете, мы вольны? Да, безусловно, поскольку если бы было иначе, то мы бы все впадали в какое-то безрассудное состояние и увлекались чем-то одним, наверное, наиболее приятным по первому времени. И не брали бы на себя никакой ответственности за происходящее вокруг нас. Поэтому воля есть, безусловно. А что вообще можно считать зависимостью? Зависимостью можно считать такое поведение, которое приводит к неприятностям, так если сказать простым языком. То есть в связи с зависимостью нарушается естественное общение, человек чувствует себя в результате одиноким и тревожится из-за этого. Или же страдает просто-напросто работоспособностью, и человек остается или без средств к существованию, или с существенным снижением, скажем так, достатка. Вот тогда действительно это можно вести речь о патологии. Если же это проявляется, ну скажем так, субклинически, то есть неярко выражено, то зависимость может выражать себя как какой-то индивидуальный дискомфорт, о котором знает только сам человек. Но однако для окружающих это может быть и незаметно, по большому счету. А вот то, что мы называем увлечением, хобби, можно ли это считать зависимостью? По сути, да. То есть мы на чем-то концентрируемся и стараемся добиться положительного результата. И в зависимости как таковой есть подобный механизм. То есть мы концентрируем свое внимание на процессе, стараемся достичь результата, получая какой-то результат в реальном мире или в виртуальном, о чем мы сегодня будем говорить, мы получаем некий эмоциональный всплеск на короткий промежуток времени, ради которого, в общем-то, все это и происходило. И здесь вопрос именно в том, в какой сфере, собственно, мы достигали результата. Если это чисто виртуальщина, то, наверное, это не всегда хорошо. Ну, давайте тогда к зависимостям сегодняшнего дня. Ну, мы уже договорились с вами, что всего скорее не будем обсуждать зависимости наркотическую, алкогольную. Это независимость сегодняшнего дня, это появилось давно и, к сожалению, продолжает оставаться в нашей жизни. А вот появление интернета как раз сформировало появление новых зависимостей. И в начале, наверное, это была игромания, когда люди, причем в том числе и взрослые, сутками сидели у компьютера, играли в различного рода стрелялки и сейчас играют, да. И причем у некоторых это приводило к тому, что они не ели, не спали и приходили полностью в какое-то стрессовое состояние. Ну, а затем появилась зависимость от сетевых коммуникаторов, таких как, наверное, электронная почта, Айска, Скайп, когда все бесконечно бегали к компьютеру, проверяли, а не пришли ли новые сообщения. Ну и сейчас уж, чего более, очень много людей зависимых, я так смело называю этот термин, может быть, я не права, от социальных сетей. Вот, ну, постоянно люди опять-таки следят, не пришло ли новое сообщение, ставят то, что называется лайком, свое одобрение под тем, что ему интересно и неинтересно. И это происходит просто, вот, бесконечно человек приходит с работы, он бросается к компьютеру, ну и так далее. И так далее. На самом деле такое есть. Да, наверное, причина такого, массовость такого явления заключается в нашей человеческой природе. Дело в том, что, возможно, генетически, исторически, опять же, все мы имеем такую особенность, нам сложно устанавливать контакт с незнакомыми людьми, то есть есть определенный эмоциональный барьер. И кто-то из нас успешно справляется с этой ситуацией, опять же, я говорю о том, что это не какая-то, ну, скажем так, патология в виде социофобии, а именно, ну, врожденная особенность человека, любого. Кто-то нет. Ученые объясняют это явление тем, что в доисторические времена, когда люди жили обособленными группами в пещерах или еще как-то, любой контакт с новыми людьми, с незнакомыми, мог привести к каким-то серьезным, плачевным последствиям, и поэтому... Далеко заглядываете. Да. Поэтому настороженность и определенная тревога в общении с новыми людьми всегда была и, скорее всего, всегда будет. Поэтому прогресс, они стоят на месте и идет в сторону упрощения такого рода коммуникаций, убыстрения знакомств и снижения вот этого тревожного порога для того, чтобы, ну, можно было поскорее начать общение. Поэтому в целом социальные сети и все прочее вокруг них, скажем так, какие-то парасоциальные сетевые явления ничего плохого в себе не несут, но могут превратиться в проблему при определенных обстоятельствах. То есть, с одной стороны, они как бы упрощают взаимодействие людей, делают, скажем так, всю эту ситуацию проще и легче, но с другой стороны, действительно могут подсадить на вот эту самую легкость и простоту, чем вызвать определенные, скажем так, проблемы психологического характера. Но что за проблемы, нужно, наверное, объяснить немного с другой стороны. Есть такая категория эмоциональных проблем, которая называется эмоциональные расстройства, эмоциональные и аффективные, в частности. К ним относятся тревожные расстройства и депрессивные. Это наиболее распространенные психические проблемы среди популяции человеческой в целом. Опять же, это имеет определенные исторические корни, о которых, наверное, нет смысла сейчас рассказывать, но, тем не менее, к тревоге склонны практически все люди. Она выражается беспокойством, дискомфортом, стрессом, как нынче модно говорить. И, в общем-то, развитие нашего общества во многом идет по принципу того, чтобы каким-то образом справляться с тревогой, не всегда конструктивно. И, в частности, в бизнесе это давно уже взяли на заметку, и поэтому существует много всякого рода развлекалочек, которые мы можем купить в магазинах или еще где-то, которые позволяют нам отвлечься. Допустим, те же самые игры. Раньше это были электронные игры, сейчас это уже компьютерные игры, ну, сетевые и так далее. То есть человек испытывает дискомфорт, тревожится и отвлекается на что-то. Таким образом переносит свое внимание и забывает о том, что испытывает дискомфорт. В социальной сети это вот как раз яркий пример того, как человек переключает внимание на что-то, ну, может быть, не столь уж и важное и существенное, и погружается в этот мир целиком, забывая о своих каких-то текущих проблемах, тревогах и так далее. Что касается депрессии, там все немного сложнее. Депрессия связана с чувством одиночества в подавляющем большинстве случаев. А одиночество связано с неумением выстраивать связи. Когда людям сложно установить тесный эмоциональный контакт, дружить или вступать в отношения брачного характера, они испытывают в связи с этим вот эту вот проблему, которая действительно может в конце перерасти в заболевание. И вот таких людей среди зависимых, в частности, от интернета и игр, огромное количество. По сути, когда к нам приходят на прием с той или иной проблемой, про зависимость от компьютера или интернета не упоминают. Но если спросить, то, безусловно, она будет. И человек расскажет про себя, что да, я сижу все время, смотрю в телефон, там, картиночки какие-нибудь смешные рассматриваю и так далее. Или действительно жду сообщений каких-то. И бывает, что я по полдня торчу перед экраном или экранчиком и что-то там пытаюсь для себя выяснить. Когда спрашиваешь о том, зачем, собственно, какая цель, ну, какого-то рационального объяснения не будет. Ну, просто я отвлекаюсь, ну, просто интересно. Какие-то такие, знаете, простецкие бытовые объяснения. Так вот, это как раз связано с механизмом переключения внимания. Человеку тяжело, скажем так, на душе, его беспокоит. Вот одиночество, тревога, может быть, грусть или еще какие-то негативные эмоции. И он ищет выхода вот в такого рода вещах, которые просты к использованию и доступны практически для каждого. Ну, вот смотрите, на недавно прошедшем в Санкт-Петербурге Всемирном конгрессе психиатров ученые все-таки предложили считать зависимость от интернета и социальных сетей хроническим заболеванием, требующим серьезного лечения. И, в общем-то, механизм зависимости от алкоголя и наркомании и механизм зависимости от соцсетей признан практически одним и тем же, за исключением того, что в организм не поступают токсические вещества, да? И, может быть, поэтому именно такие люди редко попадают в поле зрения медиков? Да, возможно, поскольку привычных для нас критериев заболевания не видно, то есть он действительно не пахнет алкоголем, не выглядит странно случилось с наркоманом. Но, тем не менее, могу судить по обращениям непосредственно в нашу клинику. Все подростки, которых приводят родители, они сами, допустим, приходят и обращаются с депрессией или с тревогой. Они все имеют зависимость в том числе и от компьютера и интернета. То есть они там находятся практически постоянно. То есть подростки с игровой зависимостью – это наиболее частый контингент именно депрессивных клиентов. Скажите, пожалуйста, вот психологов и психотерапевтов, в общем-то, наверное, уже во всем мире беспокоит возрастание числа зависимых от социальных сетей, но не только это, а еще и расширение возрастных рамок. Ну, знаете, подросток и интернет – это вроде бы да. Сегодня уже все знают, здесь очень сложно разделить. Ну а взрослые люди? Механизм абсолютно тот же. Почему все больше втягиваются в это? Механизм абсолютно тот же, и опять же, прогресс, как я уже говорил, не стоит на месте, и все это упрощается. То есть механизм вхождения в социальную сеть максимально прост. И по мере того, как люди обучаются пользоваться компьютером, становятся более-менее уверенными пользователям, они, естественно, открывают для себя мир социальных сетей. И опять же, никаких проблем в этом нет, это совершенно нормальное явление, до тех пор, пока у человека не возникает какая-то эмоциональная проблема, с которой он пытается справиться таким вот неконструктивным образом, уходом в виртуальную реальность. Назовем это так. Мы с вами, в общем-то, договорились о том, что не будем никого пугать и призывать категорически сейчас отказаться от общения в соцсетях, но, тем не менее, есть моменты, которые действительно могут, начав с этого увлечения, привести уже к чему-то более серьезному. И в частности, а что вы думаете по поводу того, что соцсети напрямую влияют на самооценку человека? И, например, оценки, выставленные за ту или иную фотографию, низкие оценки очень сильно расстраивают и, более того, снижают собственную самооценку. Да, малое количество лайков, как правило, угнетает. Да-да-да. Ну, здесь, понимаете, здесь проблемы не оттуда растут. Проблемы растут из семьи, из родительской семьи. То есть низкая самооценка, это, как правило, отношения, не как правило, даже в абсолютном большинстве случаев, отношения родителей к своему ребенку. Если родители критикующие, не принимающие, не принимавшие должного участия в жизни маленького ребенка, потом подростка, то у него формируются определенные, скажем так, психологические проблемы, в частности, заниженная самооценка. Если его много критиковали, останавливали или давали ему негативные оценки, то это сохраняется с ним практически навсегда. И, естественно, он начинает, такой вот, ребенок возрослее, начинает искать подтверждение своей значимости на стороне. И в соцсети, опять же, самый простой элементарный способ, где этим можно заниматься практически вплатную. Выставил туда какую-нибудь интересную фоточку, получил много лайков, почувствовал себя лучше. Кому-то я нужен, кому-то я интересен. То есть, по сути, в соцсети, опять же, лишь симптом, отдаленно напоминающий об основной проблеме. Основная проблема – это дисфункция в родительской семье, то есть в том месте, где, собственно, маленький человек вырос, и родители на него определенным образом влияли. На нашей страничке ВКонтакте мы разместили вопросы для голосования на тему «Есть ли у тебя зависимость от социальных сетей?» Я вам должна сказать, что никто не говорит о том, что «да, я зависим», никто этого не признает. А когда все-таки считать увлечение, в какой момент, как понять, когда уже увлечение стало действительно зависимостью и нужно беспокоиться? Да, вопрос очень сложный, ввиду того, что у многих сейчас работа так или иначе связана с интернетом. Это с одной стороны. То есть, с другой стороны, бывают сложности, ввиду того, что у всех есть, практически у всех есть аккаунт в той или иной соцсети, и проще действительно таким вот образом повзаимодействовать. Поэтому мы вот для себя вот в своей практической деятельности, как это вот обычно бывает, не измеряем в часах. То есть мы не спрашиваем у клиента, сколько он часов, допустим, просидел сегодня за компьютером. Это бывает бессмысленно. Мы ориентируемся по тому, насколько ему это мешает. То есть, если клиент приходит и жалуется на то, что вот, к сожалению, я опять просидел весь день за компьютером, мне сделал того, того и того, значит, это проблема. Но это не обязательно, опять же, зависимость, может быть, от компьютера. Это может быть, нынче тоже модный термин, прокрастинация. То есть, когда человек не делает то, что логично, то, что приведет его к определенному успеху, а занимается всякого рода ерундой, в частности, просиживанием в соцсетях. Это, опять же, биологический феномен, как ни странно. Прокрастинацию открыли у животных. Объясняется это тем, что когда перед нами широкий спектр каких-то задач и возможностей, так называемые ножницы возможностей, то мы можем не знать, с чего начать, и даже начав с чего-то, можем не получать от этого удовлетворения, потому что будем все равно чувствовать какие-то упущения. И когда перед человеком большой выбор, много возможностей, он может все эти возможности отодвинуть в сторону и заняться какой-то ерундой. Это как раз и называется прокрастинация. И тут соцсети как раз-таки в помощь. Они выступают в роли той самой ерунды, куда человек погружается. И это не будет зависимостью. Это будет, скажем так, нерациональным распределением времени. Несобранностью еще, какой-то рассеянностью. Несобранностью, да, отсутствием четких границ и так далее. И к этому склонен абсолютно любой человек, вне зависимости от воспитания и всякого рода возможностей. Во многих компаниях заблокированы соцсети на компьютерах, сотрудниках. Либо их, скажем так, разрешают пользоваться тем, кто не склонен, скажем так, действовать опрометчиво, в ущерб определенным целям компании. Все зависит от ситуации. И во многих крупных компаниях людей анкетируют и тщательно исследуют, прежде чем брать на работу. Вы знаете, вот вы начали с того, что в первую очередь это сложности в коммуникациях. И человек потребности в общении таким образом пытается компенсировать. Мне очень сложно с вами согласиться. А вот скажите, пожалуйста, чем тогда вы объясните вот эту потребность выкладывать свою жизнь на показ? То есть человек в течение дня практически ежедневно... Вот я завтракаю, вот здесь я прошел мимо вот этого и в киске. А вот тут в моей жизни случилось... То есть вот вся жизнь, она отдана обществу. Чем это объяснить? Это современный тренд, опять же. В последнее время очень много информации о том, что, ну, скажем так, есть дисциплины, которые изучают наше ближайшее будущее. И в последнее время очень много информации о том, что чем дальше мы будем погружаться в век информационных технологий, тем более открытой будет наша жизнь для других людей. И практически все будут наблюдать за всеми. Ну, утопия, не утопия, неизвестно. Как говорится, время покажет. Но даже выделяют такие смелые идеи, что через какое-то время мы будем даже платить за то, чтобы действительно побыть наедине, и никто за нами не наблюдал, и так далее. То есть ситуация поменяется с точностью, да наоборот. Возможно такой вариант, а возможно это просто фантазия. Но, тем не менее, причина достаточно проста. Человек испытывает эмоциональный дефицит. Ему не хватает тепла и внимания. Поэтому он всячески привлекает к себе это самое внимание других людей. Таким образом чувствует себя получше. Это один из таких, может быть, скрытых, неявных симптомов депрессии. Потому что депрессия, это как раз-таки, опять-таки, подчеркиваю, неумение коммуницировать с другими людьми. Ими не получать от них то, что требуется нам. Ну, по определенным принципам. Недавно появился во всеуслышание такой термин, как селфи-мания. Да. И, в общем-то, поводы для тревоги у психологов основаны на том, что, наверное, в конце марта, если меня не изменяет память, весь мир практически узнал о британском студенте Дэнни Боумини, это 19-летний парень, который посвящал созданию селфи на своем айфоне около 10 часов в день. И за это время он делал где-то около 200 снимков. Все попытки родителей каким-то образом это прекратить и отобрать у него телефон привели к страшному стрессу. И, в общем-то, дело закончилось психиатрической клиникой. Правомерен ли термин селфи-мания? Что вы об этом думаете? Я пока не склонен. Я попрошу, пока вы отвечаете, я еще попрошу заодно проиллюстрировать наш разговор. Вот тем, о чем я говорю, собственно, вот селфи, которые люди делают. А будет видно на экране, да? Где только, да, где только представляется возможность. Ну, да, типовая картинка. Так что все-таки психиатры по поводу селфи-мании? Вы знаете как? Наверное, не стоит пока этот термин рассматривать как клинический, как признак какого-то действительно изолированного, отдельно стоящего заболевания. Не берусь судить и про тот случай, про который вы только что сказали. Причин, может быть, несколько. И все они именно психологического характера или психического даже характера. Ну, как вариант, это может быть признак депрессии, достаточно далеко зашедшей. А может быть признак абсессивно-компульсивного расстройства, так называемого. Это навязчивость. Навязчивость, к ним склонно, опять же, очень большое количество людей. И в кино, и в литературе мы частенько видим даже фильмы про такого рода людей. Ну, вот яркий пример, когда кто-то что-то проверяет постоянно или ставит на место, или все у него должно быть по полочкам разложено определенным образом и так далее. Поэтому в том случае, конечно, была какая-то серьезная психическая проблема, и родители поступили неверно, скажем так, атаковав напрямую симптом этой самой психической проблемы. Собственно, поэтому и произошел нервный срыв, и человек попал в психиатрическую больницу. На самом деле нужно было подойти к этому более грамотно и разобраться в причинах, а почему он так себя ведет, зачем он это делает. И причины могли быть совершенно никак не связаны ни с телефоном, ни с фотографиями как таковыми и так далее. Но в этом необходимо было разбираться. Ну и сам факт, что родители таким образом себя вели, лишний раз подчеркивает, что была какая-то семейная проблема, по большому счету, потому что достаточно грубо. То, что вы описываете, выглядит достаточно грубо. Ну, а вы сейчас скажете, что, скорее всего, это опять-таки был недостаток общения, недостаток тепла и внимания? Да, вы знаете, как у большинства психических, психологических проблем есть одно общее, скажем так, начало. Это определенная безграмотность человека, который страдает той или иной проблемой. Безграмотность в каком плане? То есть для того, чтобы мы хорошо функционировали, хорошо себя чувствовали и чувствовали себя полноценными людьми, должно быть два фактора, которые в обязательном порядке удовлетворяются. Первое – это ощущение собственной ценности. Мы должны быть значимыми для самих себя и для окружающих нас людей. Второй момент – это ощущение связи с теми, кто нас любит и кого мы любим. Если эти два момента присутствуют в полном объеме, любовь и ценность, то, конечно, ни депрессии, ни навязчивости, ни мании, тем более селфи-мании, ничего этого не будет, поскольку человек умеет удовлетворять свои эмоциональные потребности, умеет взаимодействовать с другими людьми. Если же что-то криво-косо, он не в курсе, нет достаточного опыта, а это мучает родителей, как ни странно, потому что это все в детском возрасте закладывается, то, возможно, развитие самого широкого спектра психических проблем вплоть до заболеваний. Мне кажется, все эти разговоры об опасности селфи еще и пошли от того, что, во-первых, очень много молодых водителей пытаются запечатлеть себя прямо во время движения. И вот, кстати, страховые эксперты проанкетировали более двух тысяч водителей, и выяснилось, что девятая часть регулярно делает селфи за рулем. Но это раз. Второе, это, конечно, селфи в каких-то опасных ситуациях, где тебя может сбить машина, где ты можешь упасть с моста и так далее. Да, к сожалению, безрассудство очень такое свойственное явление, особенно для молодости. Но, наверное, не стоит это все на откуп селфи отдавать. По большому счету, безрассудство может проявляться и во многих-многих других обстоятельствах. Да, безответственное поведение существует. Но в чем уж оно выражается, это уже, как говорится, деталь, наверное, не имеющая прямого значения. Ответственность, опять-таки, учат родители, которые объясняют вот эти самые механизмы причин и следственных связей. Если ты себя ведешь вот так, то получаешь вот так. Ну, это чисто воспитательные моменты. Ну, конечно, наверное, диагноз селфизм страшен. Не страшен только до тех пор, пока он не переходит в какую-то навязчивую идею, которая на самом деле вот уже мешает нормальной жизни, вытесняет семью, друзей, работу и человек встречается. Ну, как правило, семью, друзей, работу это не будет вытеснять, просто потому что человек с такой навязчивостью, скорее всего, не имеет ни друзей работы, да. И пытается с помощью вот этой штуки закрыть вот этот самый дефицит. То есть здесь все от обратного немного. Как это в поговорке ветер дует, потому что деревья качаются. Если это выглядит так. Вот вы уже сказали о том, что родители этого 19-летнего парня поступили в... На мой взгляд, грубовато. ...и неграмотно. Но мне кажется, что вот, наверное, у многих из родителей в какой-то аналогичной ситуации возникнет первое желание. Как справиться с этим? Отнять. Просто отобрать телефон. Да, и они, естественно, будут неправы. Поскольку, да, если видишь своего ребенка, который не делает то, что, на твой взгляд, он должен делать, который действительно зависает перед экраном, может вызвать это агрессию определенную. Но проявить эту самую агрессию, это, наверное, будет самый худший из возможных сценариев, поскольку в этом случае ребенок еще больше замкнется, почувствует себя еще более ненужным, чем раньше, и ситуация лишь усугубится. То есть эмоциональный разрыв между родителями и ребенком от этого будет только ухудшаться. Ребенок этого не поймет. Поэтому, если же мы переходим к вопросу терапии, как это, в принципе, с этой проблемой можно справляться, у детей, по крайней мере, то здесь очень-очень простая рекомендация. Занимайтесь с детьми, устраивайте с ним связи, контакт, интересуйтесь их внутренней жизнью, личной жизнью в той или иной степени. Опять же, в рамках дозволенного, да? И тогда они будут научаться от своих родителей, контактировать с другими людьми и будут делать это по факту, а не посредственно всякого рода электронных устройств. А по поводу взрослого человека. Если случилось-таки чудо, и человек понял, что да, он зависим, и он хочет выбраться из всемирной паутины, что делать? Как быть в этой ситуации? Ну, опять же, не делать резких движений. Из всемирной паутины... Не выбрасывать компьютер. Да, из всемирной паутины сейчас выбраться, наверное, практически невозможно, поскольку, ну, ведь и дальше сервисы все будут развиваться именно в этом направлении. Ну, одно только электронное правительство, чего стоит, да? Если это избавить нас от бюрократии в той или иной степени, в конечном итоге, это хорошо. Вот. Но если же человек обнаружил у себя, что он занимается ерундой, я вот что-то люблю вот этот термин сегодня, оно может быть отражает на суть, то ему нужно будет разобраться, с чем это связано, от чего он бежит в паутину, что он пытается от себя скрыть, как он пытается себя обмануть. И, скорее всего, это будет связано с какими-то неприятными мыслями, с какими-то тревогами в связи с этими самыми мыслями. Может быть, он будет чувствовать себя неудовлетворенным, неценным, незначимым, или у него плохие отношения с окружающими людьми. И он уходит. Вот если сил хватит для того, чтобы признать, что есть проблема, вот, в эмоциональном плане, в навыках, то это уже и будет являться решением, ну, по крайней мере, первым серьезным шагом на пути к решению этой проблемы. Поскольку, да, если в конечном итоге такой человек обратится к специалисту, то проблема может быть решена. Но вот этот первый шаг – это где-то 50% как раз решения этой самой проблемы. Если это не запущено, если это не какая-то сверхсерьезная ситуация, то, как правило, люди просто обращают внимание на то, что они залипли, зависли, и могут справиться абсолютно спокойно собственными силами. То есть просто переключить свое внимание на что-то более конструктивное и полезное для их жизни. В конце концов, почитать какие-то книги, где все это достаточно подробно может быть объяснено и рассказаны варианты пути выхода из ситуации. А есть в вашей практике случаи, когда человек это понимал про себя и хотел найти путь? Поскольку у нас вот бытует мнение, что люди склонны к зависимостям, то мы, опираясь на это мнение, собственно, в бытовой среде и смотрим на окружающих, и видим, как люди, скажем так, адаптируются к подобного рода ситуациям. То есть человек залип на чем-то и через некоторое время начинает чувствовать с этим дискомфорт. Почувствовал дискомфорт, если он достаточно ответственно к этому вопросу относится, то он сам с этим исправляется и просто переключает свое внимание или занимается какой-то более конструктивной деятельностью. Если у него нет достаточных механизмов справления, он не знает, как, то действительно это может превратиться в проблему. Поэтому да, здоровый, адаптивный человек, он, конечно же, залипает и отлипает. И это происходит практически в течение всей жизни. Это же касается даже всякого рода мелочей, то есть вкусовых каких-то пристрастий, опять же, способов, там, не знаю, укладываться на ночь, спать. Но это то, с чего мы с вами начали программу, что зависимость практически есть у каждого. Практически с у каждого мы лишь выбираем адаптивные варианты, а можем их периодически тасовать, чтобы это было разнообразно и ново. Владимир, спасибо большое за участие в нашей программе. Давайте будем подводить итоги. Главный нарколог Ленинградской области Евгений Крупицкий сравнил зависимость людей от социальных сетей с такими болезнями, как сахарный диабет, гипертония или язвенная болезнь. Все они подрывают здоровье человека и требуют долгого, часто пожизненного, медикаментозного и психотерапевтического лечения. Ну, а вот доктор Рахманов говорит, что может быть, вам просто не хватает тепла и внимания. Не жалейте его для своих близких. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова